Во исполнении протокольных поручений и данных по итогам заседания правительства от 1 июля 2013 года агентством совместно заинтересованных госорганами была проведена определенная работа. Позвольте кратко доложиться о ходе их реализации и предложениях по обеспечению устойчивого развития экономики путем формирования благоприятной конкурентной среды. Предложения агентства по недопущению финансирования предприятий квази-государственного сектора, получивших отказ антимонопольного органа на дальнейшую деятельность, проработанную со всеми заинтересованными государственными органами, в связи с чем предлагается внести соответствующие изменения и дополнения действующие законодательства, в частности, бюджетный кодекс, закон о госзакупках и другие нормативные правовые акты. Также согласовано предложение о нецелесообразности введения перечня госпредприятий и акционерных обществ ООО с госучастием, получивших отказ антимонопольного органа на дальнейшую деятельность. При этом, учитывая опыт предыдущих лет, в случае неоднократного признания торгов по реализации квази-государственного предприятия не состоявшимися, предлагается применять к ним процедуру ликвидации. Вместе с тем, продолжает иметь место рост числа субъектов квази-государственного сектора за счет открытия новых социальных объектов – это объекты образования, здравоохранения, культуры и т.д. Так, за прошлый год из созданных 302 госпредприятий, 87,7% или 265 субъектов, из которых 134 – это детские сады, 65 – это объекты образования, 24 – объекты здравоохранения, 18 – это объекты культуры, 24 – это спорта и т.д. Приходится на социально ориентированный сектор. При этом подобные юридийские лица, с учетом цели их создания, в соответствии с нормами гражданского права, могли бы функционировать в форме государственных учреждений. В целом, государственные предприятия, они как лекарства, они очень нужны для решения многих наболевших проблем в экономике страны, но избыточное и неправильное их применение порой может привести к серьезным последствиям в виде сокращения активности бизнес-среды и, как следствие, это снижение конкурентоспособности экономики в целом. По состоянию на 20 января текущего года, по данным Комитета госимущества, общее количество квази-государственных субъектов составляет 7 665, в том числе государственные предприятия на праве хозяйственного ведения – 1383, на праве оперативного управления или казенного предприятия – 4730, дальше идут следом АО 428 и ТО 1124. На созидание правительства от 1 июля 2013 года агентствам было предложено пересмотреть нормы закона о госзакупках, в частности, о части применения порядка осуществления закупок без применения норм данного закона о предприятии квази-государственных секторах. Это предложение также поддержано заинтересованными государственными органами и нашло свое отражение законопроекта, который в настоящее время внесен в парламент. В частности, приобретение товаров и услуг без конкурсных процедур предполагается осуществлять у предприятий, полномочия которых прямо установлены законами и указами президента республики Казахстан, что, в свою очередь, позволит исключить неопределенные проблемы в этом направлении. Кроме того, пользуясь случаем, прошу рассмотреть вопрос о недопустимости проведения субъектами квази-государственного сектора определенных закупок у субъектов, которые числятся в реестре как занимающие доминирующие положения на товарном рынке, так как кроме них на рынке могут функционировать также и множество других субъектов. Кроме того, в соответствии с поручением правительства сформирована межведомственная рабочая группа по выработке предложений по разработке единого закона о закупках. Предложения по данному законопроекту будут сформированы и представлены в рамках поручения правительства по разработке законопроекта, регламентирующего закупки хозяйственных субъектов с участием государства. Кроме того, агентством начало разработка проекта методистского руководства по борьбе со сговорами на торгах при осуществлении закупок, за основу которого принят аналогичный документ, подготовленный ОСР еще в 2009 году и опыт России в данном направлении. Указанные вопросы в условиях развития свободной торговли на международных рынках являются наиболее актуальными в противодействии антиконкурентным проявлениям и картельным соглашениям субъектов рынка, в связи с чем прошу также рассмотреть вопрос расширения возможностей агентства по борьбе со сговорами. В целях реализации соответствующие поручения агентствам совместно заинтересованных государственными органами изучены также вопросы по совершенствованию реестра доминантов и разработке плана по поэтапному введению не менее одной услуги в год и сперечня регулируемых услуг субъектов естественной монополии. В результате выработаны совместными усилиями следующие предложения. Во-первых, признать целесообразным поэтапную только отмену государственно регулированных цен на регулируемых рынках, для чего предполагается провести полную инвентаризацию регулируемых рынков на предмет их социальной обоснованности в условиях единого экономического пространства. Во-вторых, разработать проект плана мероприятий по проведению комплексного анализа регулируемых услуг субъектов естественной монополии на предмет их выведения в конкурентную среду на среднесрочные и долгосрочные периоды. Данные меры позволят повысить эффективность работ по реализации поручений главы государства данных в своем послании народу Казахстана от 28 февраля 2007 года. Уважаемые коллеги, 24 октября 2013 года на очередном заседании Высшего Совета Евразийской экономической комиссии в городе Минск главами трех государств подписан модельный закон о конкуренции. Основной целью документа является сближение правового регулирования экономических отношений в области конкурентной политики. В соответствии с решением Высшего Совета предусмотрена имплементация норм модельного закона в национальное законодательство и предоставление отчета о проделанной работе Евразийскую комиссию до конца текущего года. Для разработки законопроекта создана межведомственная рабочая группа, предложение которой будет внесено правительство в установленный срок. Кроме того, одновременно с реформированием антимонопольного законодательства считаю необходимым выстроить институциональную базу для дальнейшего повышения эффективности конкурентной политики на основе передового международного опыта. В связи с чем предлагается разработать концептуальный документ с четко обозначенным видением развития антимонопольного регулирования в условиях дальнейшего расширения международной интеграции на долгосрочный период, основные направления которых указаны в слайде номер 6. Уважаемый участник заседания, в целях повышения эффективности работы по развитию конкуренции и снижения уровня монополизации на товарных рынках агентствам также предлагается рассмотреть следующие вопросы. На слайде 7 представлена динамика показателей глобального индекса конкурентоспособности всемирной экономической формы. Так, несмотря на общее улучшение показателей Казахстана в 2013 году, в том числе по степени доминантности рынка, улучшение на 5 пунктов, доступность финансовых услуг, улучшение на 19 пунктов, снижение показателя по интенсивности местной конкуренции пошло вниз на 7 пунктов. Немаловажной причиной этому, на наш взгляд, также является отсутствие целевых индикаторов, отражающих уровень развитости конкуренции в отдельных отраслях экономики и в региональном аспекте, в связи с чем агентством разработана соответствующая методика расчета уровня монополизации отраслей. Согласно методике, расчет базируется на официальных статистических сведениях, а также на опросе субъектов рынка. По итогам 2012 года мы попытались провести расчеты по новой разработанной агентством методики. Эти расчеты, конечно же, имеют определенную погрешность, но, тем не менее, позволяют увидеть целостную картину уровня монополизации отраслей. Такой же расчет по определению интенсивности конкуренции агентство сделало и в разрезе регионов. Учитывая изложенные, а также в целях совершенств нормативные методологические базы, предлагается разработать обновленную редакцию методики определения уровня монополизации ключевых отраслей экономики и интенсивности региональной конкуренции с привлечением экспертов, для чего необходимо данный вопрос рассмотреть на заседании специализированной комиссии по вопросам исследований. В дальнейшем, после рассмотрения этого вопроса, утвердить методику, принять меры по проведению во второй половине 2014 года детального анализа показателей за 2013 год как базового индикатора с выдачей прогнозных данных по показателям интенсивность региональной конкуренции и уровень монополизации ключевых отраслей экономики на краткосрочный период, то есть три года, по аналогии с прогнозными показателями госбюджета. При этом данные прогнозные показатели с детализацией перечня мероприятий можно будет объединить вышеупомянутым документом по развитию антимонопольного регулирования единый документ в виде дорожной карты. Уверен, озвученные меры будут способствовать совершенству антимонопольного права, развитию конкуренции и результат улучшения предпринимательского климата. Прошу поддержать. Спасибо.